Спецгашение штемпелем одного дня проводилось двумя сочинцами, жизнь которых тесно связана с космонавтикой. Полковник Владимир Степанов в 60-е годы проводил морские тренировки первых советских космонавтов на турбазе Кудепста. Вспоминая встречу с Гагариным, который приехал в Сочи после первого полета в космос, Владимир Васильевич говорит, Юрий был необыкновенным человеком. Это был человек, я скажу, что величайшей скромности. Очень и очень улыбчивый. И очень, как говорится, несмотря на такую популярность уже в то время, он производил впечатление, действительно, скромного, но великого человека. А вот Нина Васильевна Полшкова в Лонде сработала на засекреченном в то время Саратовском заводе свинцовых аккумуляторов. Назывался он тогда почтовый ящик номер 30. Серебряно-цинковые аккумуляторные батареи применялись для питания бортовой аппаратуры ракеты-носителя «Космос». Причем этот факт она и ее коллеги узнали только после успешного взлета Гагарина. Мы не знали, что мы делаем. Ну, делаем и делаем, как обычно на работе. Но потом вдруг начальник нам собирает собрание и говорит, товарищи, мы вам сейчас скажем новость. Какую? Юрий Алексеевич в космосе Гагарин. А мы какое отношение? Как? Да вы же принимали участие, вы собирали все для него, всю эту ракету. Поэтому поздравляем мы вас. Сегодня эти люди оставили еще один след в истории. Специальные конверты, посвященные 55-летию первого полета в космос человека, были погашены штемпелем одного дня. Уже завтра он отправится в Санкт-Петербург на хранение в музей Попова. А коллекция филателлистов пополнилась эксклюзивной почтовой продукцией. Кстати, такое гашение сегодня прошло только на трех главпочтамтах страны – в Москве, Сочи и Краснодаре. Только для курорта было изготовлено по одной тысяче юбилейных конвертов и почтовых карточек. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.